Благотворительность Благотворительность в исламе считается одним из величайших видов поклонений и средств приближения ко Всевышнему Аллаху, так как она оказывает огромное влияние на устранение бедности, решение социальных проблем и укрепление братства и единства между членами общества. Благотворительность не имеет никаких условий и правил, подобно выплате заката. Благотворительность пожертвования делается в любое время и в любом размере. Всевышний Аллах говорит в суре Бакара. «Благочестив тот, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят». В этом аяте пожертвования, раздача имущества упоминаются прежде намаза, что указывает на важность благотворительности и доказывает ее достоинство и возвышенность. Благотворительность, уважаемый Джамаат, имеет плоды этого мира, а также плоды будущего. Пожертвование, меценатство и раздача имущества занимает особое место перед Всевышним. Плоды благотворительности этого мира многочисленны. Важнейшими из них является прощение грехов. Это грехи, совершенные прежде. Они уже записаны в книге деяний. Истинно верующий боится встретить Аллаха вместе с ними. Однако, если он проявляет доброе отношение к людям, совершит акт благотворительности, то Аллах по своей милости простит его прежние прегрешения. А когда Господь прощает грех, стирает вместе с ним и все его последствия. В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. И когда собака, едва ли не погибавшая от жажды, кружила вокруг колодца, ее увидела одна блудница, которая сняла с себя туфлю, зачерпнула ею воды для собаки и напоила ее, за что ей были прощены ее грехи. Некоторые из исламских ученых считают, что если глоток воды, предоставленный собаке, стал причиной прощения грехов, то что же будет за совершение добра людям? Отражение горя также является плодом благотворительности. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, сказал, «Поистине милостыня гасит гнев Господа, так же, как вода гасит огонь». Раб совершает грех, и тогда Аллах гневается на него. Он же берет что-то любимое из своего имущества для того, чтобы пожертвовать им ради лика Аллаха и довольства Господа своего. И тогда Аллах смягчает свой гнев и прощает его, и отводит от него беды, и отражает от него горе. Все это по милости Аллаха и затем по причине благотворительности и пожертвований. Всевышний Аллах вознаградит человека за его участие в благотворительности таким количеством наград, которые известны лишь Аллаху. Воздаяние за добро в десятикратном размере – это обещание Аллаха, и он не нарушает обещаний. Он воздаст также в семьсот раз больше и даже более этого. Всевышний возместит ему все то богатство, которое он пожертвовал на пути Аллаха, сказал Всевышний. Он возместит все, что бы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. Передаются слов Абу Гурейры, что Пророк сказал, «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит, «О Аллах, возмести тому, кто расходует свои средства», а другой говорит, «О Аллах, приведи скупого к гибели». Аллах гарантирует возмещение тому, кто расходует свои средства ради довольства его. В своем хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Аллах Всевышний сказал, «Расходуй, о сын Адама, тогда и на тебя будут расходовать». Некоторые ученые сказали, что возмещение от Аллаха делится на два вида. Иногда оно может быть ощутимым, то есть материальным, иногда нематериальным. Что же касается ощутимого возмещения, то это значит, что его богатство будет возрастать и увеличиваться. Аллах приумножит его в десятки и, быть может, в сотни раз. Или же Аллах благословит его имущество, то есть дарует баракат, и тогда малое для него будет ощущаться обширным. Смысл имущества заключается в благословении, в баракате. Ведь если человек богат, но его богатство лишено благословения, то он не получит достаточно пользы от него. Поэтому очень важно получить благословение Всевышнего. Если раб Аллаха расходует свои средства на угодные Всевышнему дела, то Господь возместит ему потраченное и благословит его имущество. Любовь людей, их благодарность будет выражаться мольбами за него, в которых просят они Всевышнего для него благополучия обоих миров. Даже после его смерти в сердцах людей останутся приятные воспоминания о нем. Добрая память о его благодеяниях, заботах о нуждающихся, помощи сиротам и беднякам глубоко проникает в души верующих мужчин и женщин, и они всегда вспоминают его добрым словом. Поистине приятные воспоминания людей – лучшее признание заслуг. Также благоприятными последствиями благотворительности, установленные Аллахом, это то, что Всевышний защитит человека от дурной кончины. Если раб занимался благотворительностью, делал добро людям, стремился помочь нуждающимся и радовал их сердца, то ведь Аллах не обойдется с ним плохо в этом мире. Великий ученый ислама, толкователь Корана Аль-Хафиз ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, в своем-то в серии сказал, «Поистине Аллах, щедрый, по своей щедрости установил обычай. Человек умирает в том состоянии, в котором жил, и будет воскрешен в том состоянии, в котором умер. Занимающийся благотворительностью, зазволение Аллаха умрет не иначе, как смертью счастливых, для того, чтобы перейти к возвышенной степени и приобрести обитель по соседству с пророками, с мучениками, соседство с которыми является прекрасным». Самое главное, уважаемый джамаат, получить хорошую кончину. Тот, кто делал добро людям, Аллах одарит его прекрасной кончиной. Плоды благотворительности ожидают человека также и в будущем мире. Первая остановка Ахирата – это могила, являющаяся садом из садов рая или же ямой из ям ада. В тот момент, когда раба опустят в могилу, самое страшное, что он найдет, – это одиночество. Его покроет тьма могилы, в которой нет ни родственников, ни близких, ни брат, ни друг не обрадуют его своим присутствием. Человек жил среди людей, и вот он остается один, в одиночестве. Нет рядом имущества, нет детей. Он остается один, становится заложником своих речей и поступков. Но там, в могиле, к нему придет человек с приятным лицом, в красивой одежде и с приятным запахом, и скажет, «Радуйся же тому, что тебе нравится. Это тот день, который был тебе обещан». Мусульманин спросит его, «Кто ты? Твое лицо – это лицо человека, пришедшего с доброй вестью». Он ответит, «Я – твои праведные дела». Да. Он скажет, «Я – твои праведные дела». Что же это за дела? Это помощь сиротам? Это радость инвалидов и неимущих? Это успокоение бедствующих и страдающих? Праведный раб Аллаха будет обрадован в могиле за свои дела. Он вкусит сладость своих благодеяний, пожнет плоды благотворительности. В судный день, уважаемые джамаат, когда приблизится солнце, люди начнут потеть в зависимости от степени их грехов. У некоторых пот будет доходить до щиколотки, у кого-то до колен, а у кого-то – по шею или даже до ушей, и будут такие, которые будут тонуть в собственном поту. Пребывая в таком состоянии, человек станет нуждаться в тени, но не найдет ее. И тогда Аллах смилуется над тем, кто занимался благотворительностью, смилуется над ним по причине его благодеяний, и прежде этого по причине своей милости. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своем хадисе, «Семерых укроет Аллах в тени своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени его, и один из них – тот, кто подает милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая». Таким образом, Аллах Всевышний сделает милостыню человека причиной его укрытия в тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха. Также плодами благотворительности и ее пользой для раба в судный день является то, что она станет для него преградой, защищающей от огня. Сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе. А потом он, то есть раб, посмотрит вперед и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени ада. Так защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинки финика. Велик Аллах! Половинка финика становится причиной того, что Аллах защитит раба от огня, если он пожертвовал ей ради Аллаха, проявляя искренность и надеясь на награду. Совершающий добро получит соответствующее воздаяние от Аллаха. Благодеяния не забудутся. Добро не истлеет. Тот, кто посеет добро, найдет его. Посеющий благо пожнет его. Поистине, мир этот приходящий, кратковременный, мимолетный, и не останется от него ничего, кроме того, что было сделано ради Аллаха. Занимающиеся благотворительностью – это обладатели щедрых рук, для которых богатство не имеет значения в тот момент, когда они желают приобрести им рай, обширность которого равна обширности небес и земли. Абудахдах! Да будет доволен им Аллах! Почтенный сподвижник! Он прочел слова Всевышнего, которые глубоко затронули его сердце и над которыми заставил задуматься разум. Всевышний сказал в своей книге, «Ман зеллази юкреду Аллаха карадан хасана, файуду айфа ху лагу адуафан кассира». Кто даст Аллаху хороший заем, дабы он увеличил ему во много раз? Абудахдах удивился, прочитав этот аят. Он пришел к посланнику Аллаха на благословителю Аллах и приветствует и спросил, «О, пророк, Аллах просит у нас в долг, когда Сам не нуждается ни в чем?» Тогда сказал посланник Аллаха, «Да, Он просит у вас взаймы, чтобы простить ваши грехи и возвысить ваши степени». Сказал тогда Абудахдах, «О, посланник Аллаха, мне принадлежит сад в Медине, в нем шестьсот финиковых пальм, будь же свидетелем, что отдаю его беднякам ради довольства Аллаха». Сказав это, он вернулся в свой сад, позвал свою супругу и сказал, чтобы она вышла из сада с детьми, поскольку сад отныне передан Аллаху до судного дня. «Услышав это от своего мужа, его благочестивая супруга, верующая, богобоязненная, проницательная женщина, понимающая важность и ценность благотворительности, не стала упрекать его, не стала ругать его, но с искренностью произнесла, «Да приобретешь ты выгоду в том, что отдал, и да благословит тебя Аллах в том, что приобрел». Затем, взяв детей за руки, вывела их из сада, не взяв с собой ни одного финика. А Абу Дахдах сорвал гроздь с финиками, пошел в мечеть и повесил ее у входа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, придя в мечеть, увидел гроздь с финиками на дверях и сказал, «Сколько свисающих пальмовых ветвей будет у Абу Дахдаха в раю». Последний плод, который получит тот, кто расходует свои средства для нуждающихся, облегчает положение несостоятельных, спасает бедствующих и помогает сиротам, утешает сердца вдов и обремененных, это то, что Аллах увеличит его награду и возвысит его степень в раю. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, сказал, «Я и опекающий сироту в раю, как два этих, и сделал знак указательным и средним пальцами». Опекающий сироту будет близок пророку, как близки между собой два пальца. Благотворительность в исламе, уважаемый джамаат, проявляется даже добрым словом. Да, тот, кто не обладает средствами, может достичь этих благ добрым словом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, сказал, «Так защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а если человек не найдет и этого, то с помощью доброго слова». Благотворительность, доброта по отношению к людям исходит от человека верующего, стремящегося к довольству Аллаха и райским сада. Шайтан подстерегает человека на всех путях. И когда раб желает потратить свои средства на пути Аллаха, шайтан напоминает ему, что он приложил много сил, чтобы заработать их. Напоминает ему о его утомлениях и усердиях в накоплении этого капитала. Но когда раб вспоминает, что перед ним милость Аллаха, что перед ним рай Аллаха и что ждет его высокая награда, почитает все это ничтожным. Он покупает милость Аллаха или одалживает Господу своему добрый заем. Субтитры создавал DimaTorzok